Добрый вечер! Открыла ваш файл с футболочкой. На первый взгляд визуально все смотрится очень неплохо. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Так, вы полностью все сгруппировали. Разгруппировываем. Берем направляющую, она нам сейчас не нужна. Так, и вы говорили, что у вас что-то вылезло, вот эта линия. Так, давайте посмотрим, откуда она взялась и почему она у нас здесь. Так, тени отдельно. Она выдает в каком-то объекте. Сейчас посмотрим, в каком. А, у вас возникла просто какая-то дополнительная линия, ничего страшного в ней нет. То сказать конкретно, почему она у вас здесь находится, я не могу. Что-то вы там волшебное такое соорудили. Ее можно просто удалить. Но поскольку она у вас внутри группы, нужно разгруппировать все, выделить линию и удалить. После этого ее нет. Нарисовали вы все правильно. То есть, если мы будем заливать части разными цветами, они у нас заливаются. Все фигуры замкнутые, что и требовалось. Все есть. От строчечка тоже есть. Нарисованы пунктирные линии. Да, да, очень даже. Ну, может быть. Ну, это личный вкус каждого человека. Я люблю, когда она еще более мелкая. В принципе, она смотрится у вас хорошо. Она себя симметричная, аккуратная. Ну, вот. Я люблю вот так. Помельче. Это, опять же, не принципиально. Так, по спиночке. Зачем я прокрасила другими цветами? Просто посмотреть, что у вас все объекты хорошо расположены и на месте. Так, по спиночке. То же самое наблюдается. Вот эта вот прямая. Она у вас выскочила. Вы можете ее спокойно убрать. И все. В общем, больше. Вот здесь вот какие-то дефекты. Это какие-то остаточные точки. То есть вы что-то сливали при том, когда рисовали спинку. Я так понимаю, что это от горловины переда они остались. Значит, что можно сделать? Как я обычно с этим работаю. Есть такой инструмент, называется лассо. Вы рисуете зону, в которую попадут все эти точки. И только эти точки. Видите, они стали активными. Можно нажать кнопочку DEL. И они уйдут. То есть это способ избавления от ненужных точек. Вот у вас еще вот здесь есть точки. Лассо их будет тяжело зацепить. Поэтому мы берем инструмент прямое выделение. Это белая стрелочка. И сейчас просто придется вручную почистить. Такое иногда бывает. Это, грубо говоря, шум или мусор в файле. Желательно от него избавляться. То есть прочищать все эти точки, чтобы лишними не были. Они у вас возникли из-за того, что вы использовали панель обработка контуров. И вы разделяли изделия. И там где-то на стыках они выскочили. И вы их не увидели. Это просто точечки. Так изделие нарисовано хорошо. Чисто визуально. Мне не очень нравится вот эта тень. Я бы ее сделала более гладкой. Но опять, это уже художественный момент на усмотрение автора. И не является дефектом вашего эскиза. То есть если вы считаете, что так хорошо, оно может быть. Я бы убрала некоторые точки. Сделала бы ее менее, как бы сказать, лохматую. То есть чтобы она была более плавная, более гладкая. Ну может быть и такая. Все рисуют в своем стиле. Почему бы и нет. Вот такого плана я бы ее дала. То есть чтобы она такая была более мягкая, переливистая. И возможно еще вот этим инструментом в карандашах находится сглаживание. Оно сглаживает уголочки, сделать их помягче. Вот такого плана. Это мое личное. Любовь к плавным линиям. Если вы больше любите резкие, они могут быть. Вот. А в целом очень неплохой эскизик. Мне нравится. Молодцы, хорошо получилось. Рабочий. Дальше с ним можно делать все, что угодно. Накладывать принты, ткани, фактуры. Делать из него любое моделирование. Удлинять его, укорачивать. Создавать из него какие-то платья. В общем, что хотите, то и делать. Вот, пожалуйста, создали платье в стиле лакост. Отлично, молодцы. Продолжаем дальше.